Товарищи, в настоящее время готовится разрушение завода ЗИЛ. Это очередное звено в разрушение экономики России. А еще недавно ЗИЛовцы ходили, поддерживали на митинги кандидата в президенты Путина. Они надеялись, мы надеялись, что будет изменение к лучшему. Но вот прошли выборы, прошла инаугурация. И в мае уже издается приказ по заводу о сокращении сначала на 30%, а потом и всего трудового коллектива. Разрушается флагман отечественного автомобилестроения. Вместо этого власти Москвы и Сбербанк вкидывают рекламный трюк, что будто бы на территории завода будет создан МОЗ Автозил. Предприятие по сборке каких-то иностранных автомобилей. Во-первых, это производство не такое высококвалифицированное, как цельное производство, полное производство автомобилей. А во-вторых, там будет охвачено гораздо меньше людей. Таким же образом разрушаются и другие предприятия в Москве и в России. Пора останавливать, давно пора останавливать разрушение. Пора создавать экономику России. Тем более, первый же указ, который подписал Владимир Владимирович, вот у меня, это о государственной экономической политике. Где сказано первым пунктом о том, что нужно создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. И в этот же месяц начинают сокращать 5000 высокопроизводительных зиловских рабочих. Это только на Зиле. Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, как к президенту. Исполняйте обязанности главы государства. Требуйте от своих министров выполнения этого указа. Я обращаюсь к товарищам из профсоюзов защита, профсоюзов ФНПР, профсоюза докера, которые борются за сохранение экономики. Пишите, обращайтесь к правительству, президенту, обращайтесь к органам власти о сокращении, о восстановлении экономики России, о восстановлении заводов. Я обращаюсь к зиловцам. Не сидите, не ждите того, что это пройдет мимо вас и без вашего участия. Участвуйте в сохранении своего завода. Завода, которым будут работать ваши дети и внуки. Завод, который будет развивать экономику России. Я обращаюсь к гражданам России. Выступайте за сохранение, восстановление экономики России. А это значит своих заводов, своих производств в целом нашей жизни. Восстановим экономику России. Восстановим Россию. Восстановим нашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова